Новую установку для бестраншейной укладки труб приобрели городские власти в рамках инвестиционной программы. Комплекс позволяет прокладывать коммуникации под землей, не нарушая дорожного покрытия. Технику уже опробовали на строительстве нового спортивного объекта, который будет сдан в следующем году. С подробностями Ирина Забродина. Это первый объект, на котором работает новая установка стоимостью 10 миллионов рублей. Подобные машины уже есть в городе. Это улучшенный вариант. Усилен мотор, повышенная зносостойкость отдельных деталей. Но главное преимущество осталось тем же, прокладывает коммуникации без траншейным метода. Чтобы проложить трубу из пункта А до пункта Б, ей достаточно лишь пробурить небольшую скважину. И никаких раскопок больше. Дальнейший процесс пойдет под землей, сохраняя нетронутым городской ландшафт. Мы идем без нарушения растительного слоя, без сноса зеленых насаждений на территории городской. Поэтому мы заходим прямо на территорию застройщика от своей сети. И вообще не влияем никак ни на экологию города, ни на какие-то транспортные коммуникации. Сейчас новая установка работает над подключением крупного строительного объекта к городской водопроводной сети. Находится он на расстоянии 300 метров от работающей техники. Такой бестраншейный метод укладки позволяет произвести врезку строящегося объекта в кратчайшие сроки. Работы будут завершены к 30 октября. Надежность водоснабжения будет обеспечена. Трубы прослужат достаточно длительный срок. Мы надеемся, что сейчас подключим и лет 50 сюда не будем касаться в плане ремонта. К концу следующего года здесь достроят крытый футбольный манеж. На его возведение край получил федеральную субсидию – около 460 миллионов рублей. Строят рядом с комплексом «Энергия» в районе улицы Павла Морозова. В новом центре развития футбола дети из спортивных школ смогут заниматься круглый год и участвовать в различных соревнованиях.